Я приветствую вас всех еще раз, поскольку до этого было не слышно. Вот, значит, мы начинаем конференцию во славу богов всех народов, всех времен, во славу изначальной силы, во славу империи сильнейших ведьм, во славу государине матушке. Ваши восклицательные знаки будут говорить о том, что вы со мной согласны. Значит, тема у нас с вами сегодня очень интересная. Но, во-первых, я хочу с вами познакомиться. Кто сегодня первый раз, пожалуйста, напишите единичку. И напишите, из каких городов и стран у нас сегодня присутствуют люди. Тема интересная, значит, очень интересная, и поэтому я понимаю, что новенькие будут. Да, я надеюсь, что с записью будет все нормально, она будет. Пока вы пишете, откуда вы, и ставите единички, кто первый раз, у нас много новеньких. Вот, чему я очень рада. Значит, пока вы это пишете, я хочу поздравить Ксению Веду и Велидара. Значит, с работой, с потрясающей работой. Это вот такая колода карт. Ее уже можно приобрести в лавке Ведуни. Буквально на днях она появится, если еще не появилась. В пропискологическом центре она уже есть. Вот такая красота. Ксения и Велидар работали вместе в потрясающей колоде. Здесь помимо карт с картинками есть еще сути. Поэтому мы их поздравляем. Вот. И у Ксении еще вышла вот такая книга. С чем тоже хочу ее поздравить. Это, насколько я понимаю, их первая работа карты, а это первая работа Ксении. То есть начало положено, зачин уже есть, и дальше расти, расти, расти. Да, поздравляю их от души. Вот. Значит, ну, мы касаемся теперь уже конкретно нашей темы. Да, всем здравствуйте. Касаемся конкретно нашей темы. Еще раз проверю запись, потому что волнуюсь, что у нас так было со звуком. Все нормально. Значит, тема наша с вами «Астра». Во-первых, я хочу сказать, почему, в принципе, возникла идея провести эту конференцию. Мне казалось, что здесь все понятно. Да, когда вот что-то знаешь, как готовить какой-то пирог, думаешь, что все об этом знают. Но на самом деле оказывается, что это не так. Тем более, что интернет насыщен буквально информацией об «Астрале». Есть целые курсы, пусть там путешествия в «Астралы», там платные, безоплатные. Есть литература специализированная именно по «Астралу». То есть огромное количество информации, которую я никогда не касалась, и поэтому думала, что все, в общем-то, понятно. И поэтому я этой темы, в принципе, не касалась. Ну, как-то вот не нужно было. До определенного момента. Ведь все приходит когда-то. Случилась такая интересная история. Она очень значимая. Я бы сказала, значимая в плане того, что я поняла, что многие вещи упущены и не объяснены. Во-первых. А во-вторых, она значимая с точки зрения вообще моего понимания мира и взаимодействия с людьми. Ситуация возникла такая, что одна моя сотрудница стала мне акцией. И случилась такая ситуация, что она мне стала рассказывать про этого великого гуру, с которым я должна была пообщаться. Вот. И на вопрос, как она с ним познакомилась, она мне ответила, что она познакомилась с ним в астрале. Значит, что он является астральным воином, астральным путешественником, ну, там, кем бы он ни был, мы не будем вдаваться в подробности. Вот. Значит. И, соответственно, он... И еще я хочу сказать, вот к звездной обратиться. Обращаю ваше внимание. Ресурсы империи – самые посещаемые ресурсы по магии. На этих ресурсах хотят прорекламироваться все, без исключения. Даже банки. Я вам покажу просто потом некое видео, где покажу, как банки пытаются прорекламироваться на наших ресурсах. Даже банки. Безусловно, все специалисты хотят, будь то шарлатаны, будь то настоящие мастера, каким образом оказаться, каким-либо образом оказаться на ресурсе империя. То есть, чтобы употребили его имя. Чтобы некий поток людей пошел и посмотрел на него. Потому что даже если у вас хватит ума там к ней посидеть, то в любом случае, придя на его ресурс, вы его раскрутите. Безусловно, поэтому делается рассылка, делается постоянное внедрение информации о разных мастерах постоянно на сайт империи сильнейших ведьм. Я буду штрафовать. Каждого, кто будет употреблять имена чьих-либо мастеров на ресурсах империи, я буду штрафовать на деньги. Это серьезно. Я не собираюсь никому делать рекламу. Мы сейчас говорим не о рекламе. Да, будет сразу же блокировка. Мы сейчас говорим, звезды, это вас касается тоже. Мы сейчас говорим не о рекламе кого-либо в хорошем смысле или в плохом смысле. Мы говорим об астрале. И я вам сейчас хочу привести конкретную историю астрального воина. Чтобы у нас было от чего отталкиваться. Поэтому давайте мы выслушаем меня. Если вы пришли, меня слушайте. Вот. И, значит, что касается этой всей истории по поводу Гурум. Мы снова виснем. На нас нападают астральные войны. Отвисли? Хорошо. В тот раз мы тоже висли, но на записи вроде было все понятно. Да, может быть, просто мы много пишем. Давайте немножечко притихнем и дослушаем. Я дам вам возможность задать вопросы. Значит, и получается таким образом... Да, кстати, мы запись тоже будем проверять. Я ее спрашиваю, каким образом она с ним познакомилась. И она мне говорит, я познакомилась с ним в астрале. Но вы позвоните, с ним поговорите. Я ее спрашиваю, а телефон он вам тоже дал в астрале? Потом он говорит, нет, телефон он мне дал в реале. И тут начинает выясняться, что на самом деле они общаются в реальной жизни, да? То есть никакой не в астральной. А дальше в астрале они там что-то где-то вместе путешествуют. Но она фиксирует для себя в памяти именно то, что вот они якобы астрально познакомились. Хотя на самом деле они познакомились в реале. И это натолкнуло меня на мысль о том, что большинство людей совершенно не понимают, где они находятся, что они делают и вообще, что такое астрал. Тогда же и возникла мысль о том, чтобы это разъяснить. Чем я сейчас и занимаюсь. Поэтому мы не будем касаться конкретно там это личная жизнь этого человека, чем он там занимается, да, правильно? Мошенник он там и так далее. Мы касаемся вопроса именно астрала. И в этом вопросе астрала, когда она мне предлагала диагностику от него, мне было интересно, как он в астрале диагностирует людей. И я спросила, он может продиагностировать меня? И она сказала, он уже вас продиагностировал. Я говорю, что же он узнал? Он узнал, что у вас есть тетя Аида. Вопрос в том, что у меня нет тети Аиды. Когда я ей сказала, что этой тети у меня нет, на это она ответила, ну, как бы замешкалась, замешкалась, ну, и как бы даже точнее ничего не ответила. Потом он все это дело переначал и сказал, что просто это некий канал Аида, куда я там утягиваю людей, чтобы сожрали их темные силы там и так далее. Ну, суть в том, что в астрале невозможно это посмотреть. Это совсем другая история. И человек не понимает этого. Так и родилась вот эта мысль разъяснить вам и разложить по полочкам вообще, что это за путешествие в астрал, потому что существует, я говорю, максимум информации об астрале. Значит, и куда именно путешествуют люди, что это за астральные войны и все остальное. Вот, и мы коснемся, значит, этого вопроса. Будем раскладывать астрал по полочкам. Что со звуком? Все хорошо. Отлично. Вот, ну, главное, чтобы вы меня понимали. Да. Значит, давайте вначале разберемся вообще, что такое астрал. Ну, значит, буду немножко подквакивать. Значит, что такое астрал? Мы все с вами, люди, склонны мечтать. Правильно? Мы все мечтательны. Мы все любим воображать себе что-то, да, что вот мы хотим, чтобы это было вот так, вот это вот так. Вот, значит, вот и как раз узнаем, куда ваш муж уходит, в какой астрал. Мы все вот это вот себе воображаем. Мы что-то хотим получить, мы начинаем мечтать, как это будет. И даже сформировано такое слово, как мыслеформа, да. То есть, что мысль имеет некую форму. Мы этого вопроса тоже коснемся. И вот мечтаем рассуждать о том, что у нас когда-то будет. Мы формируем определенный вид энергии. Я на ваши вопросы потом на все отвечу. Мы формируем определенный вид энергии. Энергия, которая связана с нашим воображением. Имеет разную густоту, разную как бы плотность, да, даже разный запах и вкус. И, значит, получается таким образом, что когда эта энергия от нас исходит, когда мы мечтаем, она исходит, вот эта густая энергия повисает вокруг нас, формируя некую такую густую слизистую составляющую вокруг нас. Она даже имеет привкус такой немножко сладковатая, эта слизь. Она формирует эту слизистую достаточно большую. В нашем, если понимать, человеческом восприятии, достаточно большую эту составляющую слизистую она формирует. И мы как бы покрыты этой оболочкой, да, такой, но мы ее не замечаем, естественно. Звук у всех уст... Звук у всех уст... Звук у всех уст... Очень странно, почему у нас так происходит, с такой связью. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас... Давайте сделаем так. Сейчас я попробую войти с другого компьютера. Вот, значит, в продолжении нашего разговора. Значит, касаемо... Я не знаю, что вы там слышали, что нет. Да, видимо, там компьютер уже перестал жить нормальной жизнью. Вот, значит... Да, ну вот будем знать, что это дело в компьютере, если сейчас будет нормально. Да, мы закончили на том, что энергия – это имеет сладкий привкус. Мы ее формируем сами. Значит, формируем сами. И она формируется потихонечку, потихонечку за счет наших каких-то соображений о том, что у нас когда-то будет. То есть нашего воображения, нашего входа в образ. То есть что нам хочется когда-то иметь – наши мечты. И вот мы ее формируем, эта энергия. Она формируется вокруг нас. Густая достаточная энергия. Это, наверное, то, что мы называем сейчас уже на современном языке. Раньше, конечно, это так не называлось – астральным телом. Значит, формирование происходит годами, естественно. И спустя уже какое-то время ее становится столько много, что ее верхние слои начинают... Ну, давайте я условно назову, потому что я не могу подобрать для этого специализированное слово, да, как это можно обозначить. Начинает отклеиваться, вот эта слоенка верхняя начинает отклеиваться и приклеиваться к слоям астрала, которые, ну, формируются уже, то есть как основная эстезия. Что такое основная эстезия? Вот вас же много, да, людей, и каждый из вас формирует астральное тело. Когда его становится очень много, верхняя часть, вот эта слоенка, отклеивается, приклеивается к этой общей биомассе, назовем ее так. Она сформирована, ее достаточно много. Вот из этих же, да, то, что вот отклеилось от других людей, ее уже очень много. Некий глобальный слой. Значит, она густая, очень густая, потому что, ну, понимаете, да, как вот слоенка, она наклеивается, наклеивается, наклеивается и становится очень густой. И в этом случае, когда уже, ну, значит, отлепилось, туда ушло, мы дальше продолжаем, для нас это никак не вредит, никак-то не влияет на нас, мы продолжаем ее формировать, свою энергию, свое астральное тело. Ну, я говорю на современном языке, чтобы было понятно. Значит, когда человек хочет произвести, на самом деле, путешествие в астрал, мы будем сейчас касаться тех, кто на самом деле туда путешествует, а не тех, кто думает, что он туда путешествует по причине, там, чтобы это великоречиво звучало, чтобы показать кому-то свою значимость, да, а именно, кто на самом деле туда путешествует. Вот он путешествует в свое вот это тело, которое вот здесь вот у него сформировано, то есть, как он туда путешествует. Тоже есть разные варианты туда путешествия, да, это вот прямо рядом с нами это путешествие, да, туда путешествие, это разные варианты. Первый вид такого путешествия, назовем его так, это когда вы сознание свое перемещаете из вашего физического тела в тело астральное, и оно пребывает там. Это безопасный вид путешествия, вообще безопасный, и ничего с собой не несущий. Сейчас объясню, почему. Вы переместились там, побыли там какое-то время, радостно оттуда вышли, все. Вы совершили путешествие своим сознанием в свое тело, которое находится рядом с вами, и больше никуда. Но вам кажется, что вы где-то еще были, сейчас объясню, почему. Второй вид путешествия в свое тело астральное, это когда ваш дух туда выходит на некоторое время. Этих вопросов в сознании, духа мы касаемся в закрытой школе. Значит, когда ваш дух выходит там, пребывает какое-то время и назад заходит. Долго дух не может пребывать вне физического тела, это опасно. Поэтому самое безопасное путешествие, это путешествие за счет своего сознания. Давайте коснемся вообще понятия слова сознания. Сознание – это совместное знание с кем-то. Об этом я уже говорила. Вот в данном случае у вас получается совместное знание с вашим астральным телом. Что знает ваше астральное тело? Оно знает ваши мечты. Мы уже об этом говорили, потому что вы же его из этого формировали. Ваше желание, ваши идеи и цели – все они записаны вот в этой структуре, куда вы перемещаете на время свое сознание. Перемещаете какими-то чаще всего изуверскими способами. Раскачка какого-то тела, фазовое состояние, много-много-много всего. Это все изуверские способы, совершенно не имеющие никакой значимости. Но тем не менее. Значит, вы перемещаете туда свое сознание или свой дух. Дух оказывается гораздо реже, потому что эту практику мало кто знает. И очень хорошо, что мало кто знает, потому что могло закончиться весьма плачевно. А перемещаете туда именно свое сознание. Я до некоторых времен думала, на самом деле, что большинство людей перемещает туда свой дух. Оказалось, нет. Перемещает сознание. Просто я никогда не касалась, чем они там занимаются. Вот я говорю, если бы не эта история с этим идиотом, мы бы просто эту тему даже и не подняли, наверное. Поэтому это очень хорошо. Вот. Значит, перемещается туда сознание человека, он начинает ковыряться в своих мечтах, по сути. Но, когда он ковыряется в этих мечтах, он, естественно, в этот момент, его сознание мыслит так же, осознает себя по отношению к кому-либо или к чему-либо. То есть, например, вы можете желать кого-то видеть рядом с собой. Или в этот момент пожелать кого-то увидеть. Вот вы вышли в это свое состояние, в этот свой, да, астральный кокон, и вы захотели увидеть кого-то. Вы подумали, о, как здорово, я же в астрале. Теперь я могу, значит, прилететь в Индонезию, например. Или, о, как здорово, я могу там познакомиться лично с Аллой Борисовной, да. Ну, например, да, просто. Или спеть вместе с Бузовой. Почему бы нет, да. Да, и вот я начинаю в этом своем, да, астральном коконе ковыряться, искать там, я же думаю, что я в астрале путешествую, искать там Бузову или Аллу Борисовну, или там, я не знаю, Индонезию тоже, да. Что-то я начинаю там искать. И когда я там ищу, это проявляется там. Потому что это мои мечты. И астрал имеет свойство моментально фиксировать там. То есть, как, знаете, как кино включать. И я такая радостная, хопа, побывала в Индонезии. Опа, спела с Ольгой Бузовой, пообщалась с Аллой Борисовной, да, потому что я так, ну, как бы захотела. Так и произошло. И вернувшись из этого своего астрального путешествия внутри своего же тела, я могу это все дело записать и получить большое удовольствие от того, что я там побывала. И потом великоречиво вам рассказать о том, что вчерашний мой день прошел таким образом. Я путешествовала в астрал. Там я встретила Аллу Борисовну. Она мне рассказала то-то, то-то, да. Все. Вы такие, о, Алена молодец, она путешествует в астрале. Это просто мое кино. Мое кино вот в этой астральной оболочке. Ну, я туда стремилась, да, и, соответственно, я туда попала. Это все очень, ну, нормально, да. То есть, человек чего-то хочет, он этого добивается. Разными путями, я опять же говорю, каждый добивается по-своему. Кто-то добивается за счет того, что он там вот раскачивает какие-то фазовые свои состояния, кто-то еще чего-то. И в зависимости от этого переход в астрал является либо переходом духа, либо переходом сознания. Но еще раз повторюсь, очень важный момент. Именно в свою оболочку астрала выйти за нее таким образом, каким люди путешествуют в астрал, невозможно. Они себя ограничивают. И тогда встает такой вопрос. Какой авантаж от этого всего? То есть, какая польза? Что я от этого имею, от этого выхода? Ничего. Да, я развиваю свою фантазию, свое воображение. Я могу написать, может быть, что-то такое великое благодаря этому. Ну, разовью свое воображение. Но с точки зрения знания я не имею ничего. Потому что я ограничила сознание выходом вот в это свое тело. Все. Дальше некоторые советуют, как выяснилось, я говорю, я бы даже и не знала об этом. Да, Борис, но ни сном, ни духом. Значит, свое вот это астральное тело, они его якобы как-то раскачивают и, значит, куда-то его ведут. Нет. Раскачать и отдельно от своего тела вы его не поведете. Вы можете оторвать кусок случайно, раньше времени, да, и прилепить его к общему астралу. Но туда вы не попадете. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот этот астрал, куда думают все, что они туда путешествуют, тоже не представляет большой ценности. Сейчас объясню, почему тоже. Ситуация такая, что он густой. Его очень много и он густой. И отсюда пошло выражение нижний астрал. Души, пришедшие с нижнего астрала. Я так говорила, вы, наверное, слышали. Есть некие существа, живущие в астрале. Тоже, наверное, об этом слышали. Что это? Как они там оказались, да? Когда формировалась вот эта вот сладкая структура, липкая сладкая структура, она очень густа. Проникнуть через все слои невозможно. Поэтому все, что липнет к ней, к этой структуре, липнет снизу. Вот просто это нужно представить, чтобы понять. Оно липнет снизу. И это то, что липнет снизу, это как растущие разного порядка, которые питаются этой энергией. Потому что энергия нашего воображения, энергия наших идей и целей, она очень сладкая, липкая и вкусная. И, конечно, ее покушать хотят многие. И они прилепляются. Там же много, там не только там одному человека, там же много этой энергии. Они прилепляются снизу, как пиявки, и начинают кушать. Кто-то чуть-чуть умудряется пролезть. Все, внизу. Они это кушают. Вернулась к вам. Все нормально? Это компьютер решил, раз ничего не шевелится, значит, что-то ненормально. Вот. Значит, и вот эти вот присосочки, они там кушают этот астрал. Опять же, это люди, это назвали астралом, это просто вид энергии, густой энергии. Вот они сидят там кушают. Значит, туда же некоторые души, выйдя из тела, не имея возможности уйти с этой земли, повисают там для того, чтобы выжить. Потому что это вид энергии, который дает возможность выживаемости. Но он имеет и свою опасность. Потому что вот эти существа там, которые двигаются, они могут пожрать, покусать. И это опасно. Поэтому из-за того, что это опасно, смыслового такого движения туда никакого нету. Зачем? Что там максимум, если вы вдруг туда проберетесь, что там максимум, вы можете считать? Мечты, цели, идеи других людей. Надо? Думаю, нет. Тех людей, которых уже нет на земле, на этой земле, в человеческом воплощении. Тех, которые внесли свою лепту, тех, которые интересно послушать и почитать. Та информация уже находится совсем высоко. Она сдвинулась туда. А снизу находятся наши современники. И наши современники, вы же понимаете, что там ничего нового особо для себя не подчеркнете, чтобы туда стремиться. Там нет ничего. И вот эти астральные паломники, которые путешествуют вот в эту свою оболочку. Вы, наверное, тоже слышали, что они часто рассказывают вам такую историю. Что они вышли из тела. И видели свое тело. Ну, со стороны, как бы свое тело видели. И видели со стороны свою комнату. Иногда в зеркальном отображении. Иногда в чуть-чуть в серозном цвете. Иногда как через пленку. Все правильно. Это если вы возьмете целлофан. И посмотрите через целлофан. На комнату. Вы увидите ее немножечко засеренную. Такую серую. С серым оттенком. То есть, вы будете смотреть и будете видеть с некими бликами. То же самое происходит там. Там огромное количество сгусток энергии. И через нее человек осознает свою комнату. Естественно, накладывая определенный отпечаток. Либо зеркальный. Либо отпечаток того, что просто муть идет. И естественно, этот отпечаток откладывается. Вот раскачивание вот этого своего астрального тела. Что-то еще делание. Оно не дает ничего. Зачем делать что-либо, что не приносит пользы? Что вы там узнаете? Только то, что нафантазируете сами. И больше ничего. А нафантазировать можно не выходя туда. Не тратя свою энергию, силу на изучение какой-то массы талмудов, книг, умных мастеров, которые там путешествуют по астралам. И вот кто такой астральный воин. Кстати, возвращаясь к нашему герою, который спровоцировал эту конференцию. Он как раз себя позиционирует как астральный воин, который может убить моих врагов за одну минуту. Значит, вопрос в том, что как это происходит. Убийство это в астрале. Астральные мечи, астральное оружие. Вы, наверное, тоже всякие эти штуки-дрюки слышали. Вот человек попадает в свое астральное тело. Представляет там себе врага, ему ненавистного. Берет свой астральный меч. И врагу в сердце втыкает. Довольный жизнью. А что будет с врагом после этого? Не будет ничего. Что может быть с врагом, когда вы с ним ничего не сделали? Если бы вы произвели какой-то магический ритуал, да, было бы воздействием. На это есть определенные энергетические причины. Здесь этой причины нет. Я вам больше скажу, что позиция мысли формы образовалась вообще с позиции стародавнего знания, которым раньше пользовались люди ведущие. Это когда лепили формочки из этой липкой энергии. Вот как дети в песочке, да, там, кладут в какую-то формочку песочек, хоп-хоп-хоп-хоп, постучали, и получилась какая-то формочка красивая, да, там, домик, птичка, рыбка. Вот. То же самое можно формировать из астральной энергии. Но это не путем мыслей формируется, не путем мыслей форм различных, которые сейчас в современном мире. Это закрытое знание. Закрытое для людей по причине их неготовности к этому знанию. И мне не разрешают пока этому знанию кого-либо обучать. Именно по причине неготовности, непонимания пока еще глубин, да, вот этих вещей. Нам хотя бы бы разобрать вот это вот понятие вообще астрал, да, потому что все его воспринимают неверно. И даже то, что я сегодня говорю, сегодня у нас 19 число, да, у нас сейчас разделятся те, кто будут говорить то же самое и говорят, что это они сказали, и это хорошо, потому что это знание. И те, кто будут говорить, что это все не так, отрицать. Не готово еще человечество к познанию. Ну, не готово. Вот. И мыслеформа – это как раз вот из формочек, когда что-то лепит. И здесь мы что наблюдаем? Мы наблюдаем такую вещь, что когда мы делаем ритуал, мы получаем результат. Какой бы он ни был, может быть, не всегда такой, как нам хочется. Не всегда может получиться так. Это путь опыта, да, и всего остального. А здесь мы не получаем ничего. Вы, наверное, слышали такое выражение, как «это отразилось на нем» или «это отразилось на мне». Вот это как раз об этой энергии астрала, об отражающей энергии астрала, ну, потому что она такая полупрозрачная. Энергия сама по себе – это полупрозрачная. Когда вы постоянно мечтаете о ком-то, в хорошем смысле, в плохом ли смысле, то есть хотите ему добра очень сильно, хотите, чтобы этот человек был рядом, мечтаете его иметь рядом, или хотите его, наоборот, убить, да, ну, не можете этого сделать физически, потому что в нашем человеческом мире за это сажают. Ну, хотели бы это очень сильно сделать. То есть ваши эмоции постоянно касаются какого-то человека. И вы начинаете отражаться на его верхней оболочке астрала. Прямо ваше отражение начинает проецироваться. И он его может увидеть. Вот ведьмы-ведуны это считывают, да. Глядя на человека, с него можно считать это в его этой оболочке, все это его мечты, его фантазии, его идеи, и вот эти его враги, которые отразились. Или наоборот друзья, которые для него очень важны, любимые люди. Они отражаются. Поэтому есть такое выражение. Отразилось на мне, отразилось на нем. То есть это такое выражение. Поэтому астрал мы можем использовать только с точки зрения того, что мы можем из него что-то слепить. Тогда, когда получите на это право. Из этого вида энергии что-то слепить. Но что-то там кого-то убивать, что-то делать, это бесполезное дело. Потому что это энергия мечты. Ею можно питаться. Но людям это не очень свойственно. Хотя тоже возможно. Ее можно лепить, из нее что-то можно делать. Но этого пока вы не умеете. Значит, смысла туда, куда-то погружаться, непонятно, куда свое же тело рядом, я совершенно не вижу. Может быть, вы его видите. Я вам высказала свою точку зрения. По поводу того, что мы делаем что-то для чего-то. Просто так мы не тратим свою энергию, силы. Время, святое время свое мы не тратим просто так на то, что не принесет нам результативность. Свои фантазии мы можем увидеть и так. Но. Есть большое но во всей этой истории. Наше сознание имеет возможность иметь совместное знание с кем угодно. С камнем, с цветком, с птицей, с животным. И с любым местом на земле наше сознание имеет возможность иметь совместное знание. Мы так устроены создателем. Вот этим стоит воспользоваться. Вот это нужно развивать. Без всякого астрала, без всяких фаз, раскачивания там непонятно чего. Вот это нужно развивать. Вот сон – это вообще другая история. Я ее касаюсь в осознанных сновидениях. И она не связана вообще в принципе с астралом. Это совсем другая история. И мои вот сейчас, мой опыт новый, я до этого ходила просто во сне, да, по снам ходила людей. То сейчас я исследую два новых опыта. Когда я их исследую до конца, я смогу вам рассказать. Потому что я всегда, знаете, как склоняюсь к тому, что если я не знаю сама, а где-то это сказали, я это вам рассказывать не буду, потому что это сказали до меня, и это неизвестно, истина это или это вранье. То есть я должна это посмотреть. Мысли материальные, они имеют материю. А материя – это вот это как раз астральная материя, Алерия. Вот это астральная материя, вот она. Но слепить из нее вы пока ничего не можете. Вы просто ее запускаете. Запускаете, и вот у вас липкое вот это будет. А если вы проведете ритуал, то есть простроите, это совсем другая история, тогда вы можете что-то получить. Вот, отвлеклась вам, говорила по поводу нового опыта. Значит, вот во сне. Во сне я раньше просто ходила по снам вашим. Теперь я изучаю для себя новый опыт взаимодействия во сне с людьми, общение с ними, получение информации от них напрямую, а тех людей, с которыми в жизни пообщаться нельзя. Ну, нет такой возможности. Вот, значит, и второй опыт, который я получаю, это сейчас, а мое активное общение с душами, которые ушли с земли, которые здесь уже не реинкарнируют, но которые имеют очень большой опыт, творческий опыт, и оставили именно творческий, глубинный след на нашей земле. Вот, опять же, для чего я это делаю? Я это делаю прежде всего для того, чтобы свои произведения наполнить глубиной, которая была у этих великих людей, потому что сейчас таких очень мало. Ну вот, Лилия, приходила к вам. Вот, сейчас на эту тему я пишу книгу по снам. Вот, надеюсь, что она как будет готова, все ее увидите. Интересно. Вот, но сейчас вернемся все-таки к теме астрала. Я хотела бы, чтобы эта тема вам была понятна. Понятно с точки зрения, чтобы вы понимали вообще, куда вы выходите, да? И что вы там видите. Чтобы это не было, да, опять такая история, я там астральные паломники, я астральный воин. Не надо быть астральными паломниками и воинами. Будьте реальными паломниками и реальными воинами. Какой ритуал вы простраиваете сами в зависимости от ситуации, или общаетесь с каким-то мастером, вот там я видела вопрос. Но вы делаете это в реале. И ваше сознание, совместное знание с кем-то может быть в реале. Юль, пока... Нет, этой книги пока не будет. Это должно быть именно в реале, а не то, что вы себе в своих фантазиях поковырялись и для этого зачем-то себя помучили. Нормально не выспались, там на каком-то этапе вы выскакивали куда-то, перескакивали, ставили будильники, что-то там еще для себя делали. Лучше совместно знать. Совместно знать с разными местами на земле, с разными людьми, с разными интересными животными, птицами, растениями. Лучше совместно знать. Да, конечно, будут включены письма про сны обязательно. Я зависла у всех или только у Леонида? Что у нас сейчас со связью? Все нормально. Это замечательно. Значит, теперь я готова ответить на ваши вопросы по астралу, чтобы вам эту тему буквально разложить по полочкам. Совместное знание, как развить, постараться настроиться на различные объекты и подумать для начала, что этот объект может думать и чувствовать. И постепенно вы войдете в это состояние совместного знания с кем-то. Сентябриная. Я рада, что сны содержательные. Если есть интересные сны, присылайте еще, да. Нет, общение с родом это к астралу не имеет никакого отношения. Это совсем другая история. Астральная защита в том, я не знаю, вы понимаете, кто-то называет астральной защитой совершенно не астральной защитой. Просто он так это называет. Поэтому я не совсем понимаю, о чем сейчас идет речь. Скорее всего, да, это тоже какая-то фантазия. Так же, как подключение на расстоянии к местам силы. Невозможно на расстоянии, чтобы вас кто-то подключил к месту силы. Вы можете сами подключиться своим сознанием, своей энергией к своему месту силы. И это место силы может быть личностное ваше. Это может быть не территория какая-то на земле, отдельно взятая, да. А ваше место из детства, которое вы вспомните, и у вас мгновенно начнется подключка. Потому что вы энергетически связаны с этой зоной. И она начнет вас питать, эта зона. Это будет для вас местом силы. И об этом также говорится и в моей книге силы. Когда я еду с вами по местам силы, вот то, что будет осенью. Это я еду не по зонам земли, где земля дает определенную энергию. Это очень индивидуально. Потому что какое-то место земли вам может подходить, вот конкретно вам, а другому человеку нет. А я еду с группы. И я за вас несу ответственность. Поэтому мы едем не на конкретные зоны, именно где земля дает определенную энергию, а места силы, где есть скопление определенного вида энергии, подходящего для колдовства в том или ином направлении. Скопление этого вида энергии происходит всегда за счет людей. То есть люди туда скопили определенный вид энергии, который мы пользуемся для колдовства, который ранее не был использован для колдовства. Поэтому она подходит для всей группы. А что касается отдельно взятых мест на земле, это очень индивидуально. Резюме, как охарактеризовать астрал. Астрал – густой вид энергии, густая энергия, которая формируется за счет наших фантазий, идей и целей. Все, больше там нет ничего. К энергии могут быть присоски, да. Ну, какие-то... ... Я вернулась к вам. Он снова меня выбил. Астральный мой воин компьютер. Вот. Это вид энергии. Да, самостоятельно. Нет, звездной даты пока нет. А сны – это не астральная история. В снах действительно различные сущие могут путешествовать и действительно могут нанести вред. Эмоции, чувства, да, они туда выходят, на эту астральную... Ну, то, что мы условно, опять же, потому что мне трудно это называть, вот именно астральной энергией. Условно мы ее называем астральной энергией. И туда это все выходит, да, все наши эмоции, чрезмерные эмоции такие. Ну, как бы притягиваются. Осознанное сновидение вы не в астрале ходите. Вы ходите в совсем... Ну, там другая совсем история. Это трудно объяснить в двух словах. На эту тему есть конференция. И на эту тему я скоро закончу книгу, где все как бы вот прям по полочкам разложу, по снам. Это очень долго разговаривает. Это физическое явление. Есть шаманищи во сне. Их мало, на самом деле, но они есть, еще остались. Вот, в России точно нету. И, значит, там происходит как? Человек выходит действительно. Выходит и идет, физически идет куда-то и берет кого-то и приводит. Есть такое путешествие за душой, например. То есть, если человек уже умер, и родственники просят его вернуть, уже умер все бездыханное тело. Иногда у шаманищих во сне есть такая возможность. Он уходит. Спит он очень долго. Уходит его дух. Это очень опасное путешествие. Я уже об этом говорила. Выходит его дух. Он выходит, идет туда, где находится сейчас душа, отшедшая от этого тела. Берет ее и приводит назад. Причем такие случаи бывали, имели место быть, как раз даже при очень длительное время, когда прошло после смерти человека. А здесь опасность того, что тело потеряло уже энергоструктуру определенную, и человек после этого долго все равно не проживает. Ну, потому что тело уже начинает свои разлагательные процессы внутри. Как бы его там ни пытались сохранить, для этого есть определенные мази и так далее, но все равно, все равно процессы эти идут. «Звездные войны» я не смотрела этот фильм, ничего не могу сказать. Я не могу давать оценку тому, что я не видела. Сара, это осознанное состояние. Если вы в реале... Сон – это тоже реальность. Если вы постоянно в осознанном состоянии, то вы можете свой вид энергии, любой энергии, направлять туда, куда нужно вам. Если вы постоянно в осознанном состоянии. Многие ли могут этим похвастаться? Нет, не многие. Есть те, кто считают, что они в осознанном состоянии, но они, увы, не в осознанном состоянии. В Астрале вы ничего нового не узнаете. Я не знаю тех людей, которые там что-то новое узнали. И их не существует на самом деле, кроме как, если они просто вам об этом расскажут для своей значимости. Я говорю, это вот эта великая речи такой, знаете, показать себя с точки зрения того, что он это умеет, всё. Но он уже ничего не даёт. Ну и что, что он это умеет, что это ему дало? Сны вы забываете тоже из-за состояния неосознанности прежде всего. Когда вы что-то делаете, вы не делаете это осознанно, вы не вникаете в суть этой вещи. Елена, туда путешествуют, потому что это модно, как дерево сифирот, как, я не знаю, точки сборки по Кастаньеди и всё остальное. Это модно. Есть такие вещи, которые просто приходят в моду и начинают развиваться тем самым. И когда я говорю, что не нужна такая аура или ещё что-то про дерево сифирот, идёт отрицание. Но почему человек 10 лет стремился к этому, пытался достигнуть чего-то, а тот Алена сказала, что такого нету. И всё. Естественно, Алена становится врагом номер один, потому что он что, столько времени в пустую потратил? Как узнать в осознанном это состоянии? Только думай, что ты там. Анализируйте предыдущий день. Всё ли вы помните хотя бы с предыдущего дня до мельчайших подробностей? И для чего вы это делали? Любое действие должно быть для чего-то. Просто так мы ничего не делаем. Зачем мы будем тратить какой-либо вид энергии, если это нам ничего не принесёт? Да, Иванатат, он находится в общем астрале, но в зависимости от времени, я говорю, он уходит наверх, как бы внизу, и сейчас то, что вот наши современники. Потихонечку идёт продвижение, потому что снизу-то налипает, налипает. Но только не путайте это, пожалуйста, с таким понятием, как информационное поле Земли. Это не астрал. Это совсем другая история. Я немножко её коснусь, чтобы было понятно, потому что, чтобы не возникла путаница. Астрал. Опять же, всё условно, потому что трудно это по-другому объяснить. Если вы берёте кисель, сладкий кисель, ставите на маленький огонь, он начинает потихонечку разогреваться с открытой кастрюли и испаряться. Правильно? Потихонечку начинает испаряться. Это испарение видно, оно выходит. Выходит, выходит, выходит из этого киселя. И его остаётся киселя всё меньше, меньше, меньше. Астрал также потихонечку испаряется. Испаряется и даёт, как туманную, условно, всё очень условно, туманную дымку, которая является информационным полем Земли. Одной из частей информационного поля Земли. Потому что там эта дымка уходит туда, где прописано очень много всего, не только о людях. И питает ту же структуру, туда же уходит. Варвара может быть в астрале, да, может быть. Подключение к информационному полю – это тоже совместное знание. Когда вы учитесь совместно знать с предметами на Земле, с теми, что вы видите. Предметов, которые не несут, никакой информации нет. Другой вопрос, что нужна вам эта информация или нет. Даже стакан несёт информацию о том, кто его сделал, когда его сделали, как его сделали. Нужна ли вам эта информация? Скорее всего, нет. Но каждая вещь несёт какую-то информацию. Если из этого стакана пило 10 человек, или они 10 человек, и все они оставили какую-то информацию о себе. Да. Нужна ли вам эта информация? Я вот недавно совсем, в начале этой конференции, я не знаю, вы участвовали или нет, говорила по поводу имен мастеров каких-либо, будь то мошенников, немошенников, хороших мастеров, и их реклама на ресурсе «Империя». Вы продолжаете заниматься тем же самым. Я не буду комментировать никаких мастеров, это их личное дело, как они это там рассказывают. Потому что я ни о ком не говорю плохо. Не считаю, что это правильно. Да, это вы были в астрале. Это вы были в астрале, как раз вы увидели информацию, которую вы до этого могли прочитать в какой-то сказке. Да. Позиция зазеркалия, она перекликается немножко с астралом в целом, есть такое. Дело в том, что вот эта вот энергия, из которой состоит астрал, ну вот этот вид энергии, он очень похож на энергию зазеркалия. И поэтому при определенной накладке, спонтанной, не спонтанной, но при накладке двух видов энергии, вашего астрального тела и зеркала, может быть проникновение в зазеркалие. Достаточно опасное проникновение. Кто-то делает это специально, кто-то у кого-то происходит это случайно. Но такое происходит. Просто, чтобы вы понимали, что это такое. Да, зеркала вообще лучше так, чтобы они вообще напротив кровати не находились. Видите, скорее всего, вы видите портальное зеркало у вас, которое открывает определенные возможности для видения. Через зеркало много чего можно увидеть и даже сделать. По зазеркалью тоже можно путешествовать гораздо интереснее и продуктивнее, чем по астралу, но эта тема очень опасная, именно путешествие по зазеркалью. То есть мы можем использовать зеркало как портал. Я об этом говорю в закрытой школе. Именно как портал. И в конференции про порталы эта информация есть. Мы можем использовать его как портал, но мы можем путешествовать за зеркали. Это уже высший пилотаж, но он очень опасный. Его вот так вот взять и рассказать невозможно. Это надо за ручку с мастером там ходить. И я пока не дозрела для того, чтобы кому-то это показать. Потому что я несу ответственность за вас. Если с вами что-то случится, то мне за это дадут по голове неслабо. Потому что если я берусь чему-то обучать, я должна вам дать продуктивно эту информацию, так, чтобы она вам не нанесла вреда, а принесла еще и пользу. А не просто есть информация, а не просто есть информация, с которой ничего не поделаешь. Вы и ах. Проверяю все время запись, потому что я рада, что образарь вам понравился. Там тоже рисовала замечательная художница. Вы еще обращайте внимание, знаете, на какой момент. Когда вы общаетесь с кем-либо, вам кто-либо рассказывает о великих каких-то материях, о том, что он там с кем-то общался в Астралии или еще что-то. Дело в том, что люди, которые общаются с существами высокого порядка, люди, которые имеют возможность куда-то путешествовать, у них совершенно другой лексикун, у них совершенно другое понимание жизни. И они вам не будут никогда, ну, там, я даже не могу, там совсем другое, да? И когда кто-то вам начинает говорить, слушай, круто, у богов там фейс-контроль. Вот у меня даже тяжело так проговорить, да? Или что-то такое. Вы же понимаете, кто находится перед вами? Вы как бы сами размышляете. Самое главное размышлять самому, чтобы не попасться в какую-то авантюру и в идиотскую совершенно ситуацию, где вам попользуются, еще и унизят вас. Конечно, это люди совсем другие. Как различить пространство сна и астрал? Ну, вы же как раз, когда спите, вы не в Астралии, совсем другая история. Там ничего различать не надо. Начните вообще для начала записывать свои сны. Да, осознанные сны могут принести колоссальную пользу, потому что, во-первых, первое, мы можем там узнавать информацию. Второе, вот то, что сейчас я практикую, я еще не ас в этом, да? Поэтому не могу вам, ну, как бы, дать какую-то, да? Как это делается пока, пока я сама только учусь. Вы можете там получить информацию напрямую от людей, и они будут понимать, что они с вами общаются. Даже некоторые видят вас, ваш фантом. Вот. И будете общаться. То есть, это совершенно интересная история. Это, Наталья Бай, это было посвящение через кровь. Определенный вид энергии вам передали, да? Через кровь это делается. 15-летние девушки, ну, если из моих, то это можно образовать, там очень мягкие энергии. А если из каких-либо других, то нужно выбирать по картинкам. Да, книгу силы завтра можно будет приобрести. Анна, ченнелинг – это контакт. Ну, просто новомодным словом назвали. Это контактирование с кем-либо, с какой-либо сущностью. Ну, не с астральной сущностью, а вообще сущностью. Но те ченнелинги, которые описаны сейчас в книгах, есть пиар-проекты. Финансовые пиар-проекты. Не более того. Значит, информация, получаемая от какого-либо существа, ну, я их условно так называю, опять же, потому что их огромное количество разнотипных, это не люди, да, ну, поэтому будем называть существа, они приносят информацию. Общение с ними – это делают контактеры. И они получают, да, информацию. Ну, никто об этом пока еще не писал книги, потому что те книги, что написаны, это полная ерунда. Потому что, ну, это пиар-проекты. Причем они это не скрывают. Многие заграничные авторы об этом уже открыто говорят, что это пиар-проекты. Да, вы, может быть, и с астрала считываете. Да. Гео, я думаю, что именно в христианстве такого понятия нет вообще. Регрессия в прошлой жизни. Значит, есть разные виды регрессии. Есть, когда вы вспоминаете, ваша душа вспоминает информацию из прошлой жизни, вас вводят в определенное состояние, и вы воспринимаете информацию о прошлой жизни. Может быть, ситуация, когда ваш дух идет и берет эту информацию откуда-то. Ну, конечно, не из астрала. Это по-разному идет взаимодействие. Впереди задавал, уже не вижу. Повторите, пожалуйста. Через маятник с вами общается ваше сознание чаще всего. Иногда в маятник делают подселение, которое вам помогает. Галина, миллион слов ни о чем. Ну, наверное, да. Это разные пространства. Во сне мы можем быть в разных пространствах. Да, в начале было слово, тоже можно приобрести завтра. На сонном параличе, ну, чаще всего с астралом, но бывает, что на сонном параличе какие-то существа подселяются в тело и тоже дают информацию. Такое тоже бывает. Можно, Варвара, поставить просто молоко. Это просто, знаете, как маячок для меня. Когда идет путешествие по снам, молоко показывает, что здесь меня ждут. Это как маячок. Да, Дарья Евгеньевна, все правильно. Получается именно так, что это самые разные вещи. Вообще разные вещи. Можно попросить меня прийти в сон. Это же и мой опыт тоже. То есть, как бы, и вы получаете какую-то информацию от меня, и я получаю опыт. Это не в виде какого-то одолжения вам-то делается. Остановить парня можно, если ему нормально разъяснить, что такое астрал, если он это услышит. И направить его сознание на совершенно другое самосовершенствование. Вы понимаете, можно бросаться очень красивыми словами. Говорить, что-то очень великоречиво, там пафосно, да, наручество пафосно. Для того, чтобы человек услышал и захотел этого. Вот там у меня там такая-то, такая-то есть вещь. Вот у меня там то-то, то-то есть. Главное, красиво это все обозначить. Я умею там то-то, то-то. И человеку становится интересно начинать туда лечь. Вот тоже самая история с астралом. И со многими школами, которые как-то красиво себя позитивали. Кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать. Империя, в принципе, уже имеет глобальный опыт всяких там пиявок, которые на нашей шее там скачут куда-то, да. Многие из них обучались у меня и сейчас пользуются активно моими знаниями, да, но при этом поручат мою честь и достоинство. Вы когда рассылаете видео и зачем-то присылаете их мне, вы, пожалуйста, просмотрите это видео. Вы читаете по листочку, и он шуршит очень слышно. Вы себя позорите. Если вы читаете по листочку, вы возьмите листочек какой-нибудь, да, вот, листочком-нибудь возьмите, напишите на нем, и вот сидите читайте. Когда мне надо прочитать по листочку, я читаю по листочку. А если вы два слова не можете связать и ставите листочек перед собой, он шерестит от ветра, и вы делаете умный вид, это смешно смотрится. Если вы учитесь у меня, даже если вы ушли уже от меня и поручите мою честь и достоинство, я не хочу за вас краснеть, потому что я вас обучала. Мне стыдно за вас. Пусть вы там меня там поливаете, еще чего-то, но вы продолжаете быть моими учениками и посвященными империи. Потому что раз посвятиться, снять какие-то столбы и каналы невозможно, потому что вы приходите к себе домой в изначальную силу, и отказ от нее дают только вам по башке. Это как родители бьют ремнем для того, чтобы ребенок включился. Вот так вас бьют ремнем эгрегоры, куда вы входите, а потом пытаетесь уйти. Я не хочу ни за кого из вас краснеть. Ведите себя прилично. Не хотите со мной общаться? Ради Бога, это ваш выбор. Но ведите себя прилично. Видела сегодня, человек держится или вытягивает землекаменный саркофаг. Что это значит? Вы видели во сне? Это сон для вас дает какую-то информацию. Паучка домашнего начал закручиваться, сдавать волны, и он начал идти в другую женскую. Но если вы видите какие-то сны, их нужно расшифровывать. Не так, чтобы я вам сейчас вот как-то что-то спонтанно дала. Это нужно расписывать сны, смотреть, что они конкретно значат для вас. Северин, если вы спрашиваете, маятник, стоит ли делать то или иное, ну, что-то делать, так и спрашивайте, да или нет, чтобы он вам показывал. Да, допустим, по часовой стрелке. Нет, против часовой стрелки. Спросите, как будет, когда, как нет. Тут никакой новости я вам не скажу. Это все стандартно. Нет, ответы вы, конечно, можете сами программировать и даже намекать маятнику, что нужно ответить. Но, тем не менее, если вы немножечко отключаетесь и даете возможность маятнику ответить, то он считывает именно с вашего сознания. Это говорит о чем? О том, что вы все знаете. Просто вы не знаете, как это вытянуть на поверхность. Вот и все. Дрожит, значит, переизбыток энергии на этот вопрос идет. Не в дальнем нет переизбыток, он не может сфокусироваться. Чаще всего это, когда очень эмоциональная проблема. Солнечное затмение, да какие хотите, можно ритуалы проводить. На уход чего-то можно проводить ритуалы, на глубинное, так сказать, понимание чего-то, то есть просмотреть что-то, это тоже можно. По поводу свадьбы, мне постоянно говорят об этом. Вот, постоянно. И я постараюсь в ближайшее время это сделать. в начале осени. Юлиан, я стараюсь всегда общаться со всеми, не только на круге силы, а на всех встречах, но максимум, конечно, каких-то просмотров фотографий, и все остальное я делать не буду. Мы тратим энергию на то, чтобы сделать определенные действия и растрачивать ее на что-то другое я не буду. Для этого есть отдельные встречи. Тимур, по поводу мироздания, есть видео в открытом доступе, где я полностью показываю, разрисовываю, как выглядит земля. Геролика, может быть, просто туда стоит кого-то подселить, потому что, видать, вы эмоциональны, и он поэтому путается. Можно сжечь, утилизировать таким образом. Войны, в понятии войны не будет, она идет все равно. Тихий САП она идет, а для этого эти силы призываются. Вы же видите, да, 9 мая. Тихий САП и война идет. Вот. Что происходит? Ну, я не знаю, что конкретно вы имеете в виду, Виктор, из того, что сейчас происходит. Вы, ну, как бы, то, что сейчас, если говорить об энергетических каких-то моментах, сейчас идет определенный выдох с земли. Идет выдох, длительный достаточно выдох, идет энергия на выдох, и на вдох она пойдет после 22-23 августа, не 21-го, где-то 22-23 августа. Да, можно меня пригласить в сон, постараюсь как-нибудь приехать на Украину. Значит, я в октябре буду в Белоруссии, в Белой Руси. Мы будем решать вопросы родовые, значит, вопросы, связанные с родом, негативные программы в роду, и вы сможете как раз эти вопросы для себя решить. У нас нет какой-то четкой платы, там благодарность за встречу от определенной суммы, всего лишь от 500 рублей. Вот, потому что, ну, как бы, за бесплатно нельзя такие вещи давать. Поэтому, если у вас есть возможность, приезжайте в Белую Русь, и там увидимся. Да, вопросы конкретно по астралу у вас остались? Я даже не сомневаюсь, что там у вас красиво. А Земля вообще у нас очень красивая, все уголки красивые. По поводу записи в Белоруссии пока не знаю. Постарайтесь приехать самостоятельно. Вот есть ссылочка на регистрацию на Белую Русь. Ваш вопрос по астралу пропустили? Повторите, пожалуйста. В сентябрину могут вызвать зависимость. Это не для расширения сознания. Это люди себе помогают войти в определенное раскачивание внутреннее. Когда человек очень зажат, и не может из-за этого видеть образ, он начинает себя раскачивать за счет каких-то препаратов. Я плохо к этому отношусь. Иванатат, они особый цвет не имеют. Они могут резонировать с окружающим, то есть как переливаться, вот как стеклышко может переливаться, или граненый кристалл. А так оно такое немножко серозное. В момент медитации, смотря какая медитация. Здесь очень нужно глубоко к этому вопросу подойти, потому что мы говорим с вами о какой-либо медитации, нужно понимать о какой конкретно. Есть очень серьезные медитации, которые вряд ли преподаются, которые дают возможность именно выхода. Духа из тела очень опасные. А есть, когда человек просто начинает двигать вибрации по телу. Есть, когда выходит в астральное тело. Это все разное. В Белоруссию я особо ничего не привезу, потому что это далеко, я не имею просто возможности туда привезти. Закрытая школа 12 человек обучаются, не больше я беру. Во время медитации можно подцепить что-нибудь, да. Ласка. Они получаются снизу, это нижний астрал, виснут, да, то есть внутрь они не повисают, ну, для питательной среды, чтобы выжить. Да, их можно вывезти отсюда с этой земли и перевезти в зону для их душ, где они должны находиться. И это делают мастера, это такое возможно, да. Безусловно, это делается определенными техниками. Техники эти, ну, как бы, каждый мастер свои делает. Есть какой-то пласт уже знаний на этот счет, но как каждый мастер делает, естественно, свои какие-то разработки. Нет, Алена, вы говорите путешествовать вне, Георгий. Нет, я вам только что все это разъяснила. Когда человек путешествует во сне, это он путешествует не в астрале. Это совсем другая история. По заиканию есть заговоры. Нужно делать обязательно чистку, снимать испуг. Скорее всего, это испуг. В закрытой школе только личное присутствие. 12 человек. Нет, давайте про кормление враженными картами и все остальное оставим на другую тему, потому что мы сегодня с вами говорим об астрале. Стрепуха. Пока не хватает на это времени. Я думаю, что мы будем делать там наши встречи с посвященными. Вы будете мне задавать свои вопросы для посвященных конкретно. А с осени, я думаю, сделаем. Этот вопрос многих волнует и многие даже злятся, что этого не происходит. Но я постараюсь. Постараюсь сделать. Когда тело под наркозом, как раз и происходит то, что ваше сознание может выходить или ваш дух может выходить в астральное тело и назад заходить. Бывает, в ваше тело входят определенные сущи, которые взаимодействуют с телом и даже начинают что-то кричать. В двух словах путешествие во сне, что это? Как это объяснить в двух словах, я не знаю, честно, но попробуем. Значит, это ваше сознание формирует энергооболочку, кокон определенный и двигается в этом коконе. Это один из вид путешествий. Двигается в этом коконе к различным людям. Значит, считывает оттуда информацию и дает им свою информацию. Идет путь взаимодействия. Это сознание ваше входит в этом коконе, в поле этого человека, в сознание этого человека и с ним взаимодействует. Это один из видов путешествия, стандартных осознанных сновидений. Но есть еще и другие виды, которые я сейчас осваиваю и пока не могу вам о них говорить, поскольку я их до конца не освоила. То же самое касаемо общения с душами таких людей, великих людей на самом деле. Я их уже даже с трудом называю людьми, потому что это великие души скорее. Они тоже это определенный опыт, который принесет, я думаю, что-то мне и я смогу поделиться с вами. Нет, не то, что некие пласты можно привязывать к человеку, некие пласты астрала, можно лепить из астральной энергии, но этого никто не умеет делать, больше говорят. Не, ну я же онлайн тоже провожу, не обязательно находиться в Москве. А если на закрытую школу, то люди приезжают отовсюду. На закрытую школу отовсюду приезжают. В закрытой школе обучение длится 3 дня. С 10 утра до 8 вечера длится 3 дня. После посвящения на шестой день энергетический удар в центр груди. После этого видел себя вокруг мутилов, бывает черный ремешок или черная змейка, что это? А пришлите фотографию, я посмотрю. Скорее всего, это не связано ни с посвящением, ни с чем. Это связано с тем, что у вас просто открылись определенные каналы. Ну да, может быть, косвенно связано. Вы стали видеть что-то, что-то чувствовать и, соответственно, с кем-то стали взаимодействовать. Это кто-то нанес вам удар. Это не астральные сущие, это, как правило, обычные сущие, существующие параллельно с нами, которые приходят и взаимодействуют с нами. Иногда и нападают на нас тоже. Почему-то? Иногда это чужие нападения. То есть кто-то нападает на нас, кого-то посылает. Это надо смотреть. Безусловно, если это кто-то сидит на вас, то эту черную змейку нужно оттуда убирать. И точно там не место. Яролика, что вы будете знать и уметь? У меня есть во всех информация, везде и всюду. И есть отзывы о закрытой школе. Мы развиваем ясновидение, ясночувствование и ритуальную магию. Ритуал для зимы совместный уже есть на сайте? Нет, еще нет, наверное, на сайте. Я буду делать этот ритуал, и я думаю, что мы будем его делать совместно. Да, всю информацию можно узнать на сайте. Я об этом уже сказала. Пожалуйста, не задавайте вопросы не по теме, по астралу. Все ли понятно? Во снах нет астральных сущностей. Во снах нападают совсем другие существа, на самом деле. И это, ну, бояться стоит, нужно просто с ними правильно взаимодействовать. Они же тоже почему-то нападают. Нет, елочка, не мешают друг другу. Прибегают, да, шаманы к трансу за счет трав, для того, чтобы раскачать зажатое свое сознание, и чтобы начать видеть больше, позволить себе видеть больше, потому что наш разум не позволяет видеть больше. Но мне кажется, что это тоже не совсем верно. Это мое личностное мнение, потому что все это можно делать без трав, без грибов, без всего. Что значит почистить свой астрал? Там ничего чистить не надо. Там все идет своим чередом. Ну, не совсем арахнофобия они астрал используют. Они используют другое. Кое-что другое. Плохие мысли там тоже есть. Но вы их оттуда не счистите. Это все налипло, уже все перемешалось. Зачем вам оттуда что-то чистить? Главное, чтобы ваше тело было чистое, ваше сознание было чистое. Вот, значит, будем заканчивать. Значит, вам там дается информация красненьким, посмотрите, нужна она вам или нет. Вот, а мы с вами увидимся очень скоро. Завтра кто будет на округу силы, мы с вами увидимся. Увидимся в Белой Руси обязательно. Вот, и я вас всех очень прошу прийти 17 сентября на встречу по материнству, потому что это крайне важная встреча для нас, для всех. Это наше будущее. Во-первых, там многие поделятся своими соображениями на этот счет. Во-вторых, я вам дам максимум информации. Конечно, не книжного характера. Вот, поэтому приходите, а на безоплатные встречи мне просто важно, чтобы вы прониклись этим, чтобы вы это поняли. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok